Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Сегодня мы продолжим тему, начатую в предыдущем эпизоде. Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, учитесь вместе с нами и высвобождайте свою веру. Слово – пища для вашего духа, так что ешьте с аппетитом. Не просто съедите бездействуя, но берите это учение, принимайте его в свое сердце. Утвердившись в вашем сердце, оно начнет приносить плоды. Мы рады, что можем провести это время с вами. На прошлой неделе мы читали книгу «Чисел». И давайте немного повторим. Мы говорили о том, как Бог сказал избавленному из Египта народу, «У меня есть для вас земля. В ней течет молоко и мед. Эта земля изобилия». И Бог сказал им, «Я даю вам эту землю». Все, что им нужно было сделать, это пойти и завладеть ею. Бог уже дал им ее. Скажем так, право собственности было на их имя. Но им была дана привилегия и задача сотрудничать с Богом и завладеть этой землей. И в 13 главе чисел мы читаем, что Бог сказал Моисею послать соглядатаев. И Моисей послал 12 соглядатаев высмотреть землю, чтобы затем доложить народу. Итак, 12 соглядатаев пошли, и они все видели одно и то же и вернулись, чтобы доложить народу. И двое из них принесли известие полной веры, добрые слова о той земле, которую Бог им дал. А 10 принесли слова сомнения и неверия. 10 нашли, что сказать плохого. Если вы хотите, чтобы ваша вера работала, вам нужно говорить то, что говорит Бог. Когда вы говорите против слова, вера не может работать. Всегда будьте на стороне того, что говорит Бог. Итак, числа 13.31. Халев обратился к народу и сказал, «Пойдем прямо сейчас и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Почему они могли одолеть ее? Ведь эти люди десятилетиями были в рабстве. Они не были военными. Они никогда не сражались в битвах. Однако Бог дал им землю. И Халев и Иисус Навин сказали, «Мы сможем». Они говорили не о собственных навыках. Не о собственных способностях. Они говорили о том, кто был с ними и на их стороне. Бог способен осуществить в вашей жизни то, что Он вам дал. Не вы приведете это в исполнение. Он приведет это в исполнение. Итак, Халев и Иисус Навин сказали, «Мы можем. Пойдем прямо сейчас и завладеем ею». Но десять соглядатых, пришедших со словами сомнения и неверия, сказали, «Мы не можем». И начали говорить о великанах. Они начали говорить о противостоянии. Каждый раз, когда Бог вам что-то предлагает, дьявол этому противостоит. Просто осознайте это. Не жалуйтесь, не волнуйтесь об этом, не ропщите. Это часть процесса победы. И дело в том, что Бог не имеет никакого отношения к противостоянию. Всякое противостояние приходит от врага. Бог не дает нам что-то трудное, чтобы мы это преодолевали. Бог через жертву Иисуса дал нам божественное наследие, полную победу, полный мир, полное здоровье, полное обеспечение. Он полностью печется о нас. И нам просто нужно помнить, что все хорошее приходит в нашу жизнь от Бога. А любое противостояние, все плохое, приходит от дьявола. Так легко понять, кто действует, Бог или дьявол. Ну, это для вас хорошо или плохо? Так можно понять. И десять сомневавшихся соглядатаев вернулись, говоря плохое. Они, вернувшись, говорили о великанах. А когда Бог сказал своему народу, что дает им землю, Он даже не упомянул великанов. Почему? Потому что они не имели значения. Великаны не великаны, когда Бог действует. Они теряют всякую масштабность в Божьей системе измерения. Они уже не велики, когда Бог приходит. Они больше не огромные, когда Бог приходит. И нам следует помнить, что не важно, насколько велико противостояние. Важно, что сказал Бог. Как же Божьему народу следовало пойти и завладеть землей? Во-первых, им нужно было правильно мыслить. Им нужно было правильно мыслить о том, что для них заключала в себе эта земля. Бог сказал им, что это хорошая земля. Бог сказал, «Я уже дал ее вам». Им нужно было правильно думать, чтобы правильно говорить. Неправильно думая, вы будете неправильно верить и неправильно говорить. Но думая правильно, вы будете правильно верить и правильно говорить. Запомните, любая победа начинается с правильного мышления. Нужно правильно мыслить. И Бог дал нам свое слово, чтобы помочь нам правильно мыслить. Его слова – это Его мысли, а Его мысли всегда правильны. Нам нужно обновлять свой ум Словом Божьим, то есть брать Божьи мысли и делать их своими. Именно так и поступили Иисус Навин и Халев. Они приняли то, что сказал Бог, и сделали это своим. Они верили, что могут пойти и завладеть землей. Они верили, что земля хороша. А десять неверовавших соглядатаев не придерживались того, что сказал Бог. Вернувшись, они принесли слова сомнения, слова неверия. Они говорили о великанах. Они сказали «мы соронча» и в своих глазах, и в глазах врагов. Они говорили о собственной неспособности завладеть землей. Но им ведь нужно было завладеть землей не своей способностью, а Божьей способностью. Всем, что Бог вам дал, вам нужно завладевать Божьей способностью, а не своей. Но Богу надо, чтобы вы мыслили, как Он, говорили, как Он, чтобы Он мог действовать. Аминь. Числа 14 глава. Начнем читать с 7 стиха. Десять соглядатаев только что вселили страх в людей. Отговорили их от того, чтобы двигаться вперед. Они говорили о великанах, о невозможности. И в книге чисел 14.7 заговорили Иисус Навин и Халев. И сказали всему обществу сынов Израилевых, «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень и очень хороша. Если мы будем угодны Господу, то Он ведет нас в эту землю, не их способностью, а Божьей способностью. Никогда не сбрасывайте Бога со счетов. Всегда берите Его в расчет в своей ситуации». Он сказал, «Если мы будем угодны Господу, как быть угодными Господу? Верить Ему? Когда люди делают то, что Он сказал, Ему это угодно. Если они держатся за то, что Он сказал, Богу это угодно. Итак, они сказали, «Если мы будем угодны Господу, то Он ведет нас в эту землю и даст ее нам. Землю, в которой течет молоко и мед». Что это значит? Изобилие. Девятый стих. «Только против Господа не восставайте». Как мы восстаем против Господа? Высказываемся против того, что Он говорит. Говорим что-то другое, чем то, что Он говорит. Нам нужно соглашаться с Господом. Аминь. Далее Халев и Иисус Навин сказали, «И не бойтесь народа земли сей». В словах Иисуса Навина и Халевы мы видим правильное мышление по поводу противостояния. Да, в этой земле великаны. Да, в этой земле враги. Но не бойтесь народа земли сей. И вот правильное мышление. «Ибо они хлеб для нас». Вам нужно взять эту мысль и осознать, что любое противостояние – это ваш хлеб. Не ваше поражение, не ваш провал, не ваш проигрыш, а ваше питание. Это возможность вам хорошенько наесться. Они сказали, «Эти враги, эти великаны – хлеб для нас. Они насытят нашу духовную жизнь». Аминь. Они хлеб для нас. Любой эксперт вам скажет, что физическое тело нуждается в сбалансированном питании. Так? Одна продуктовая группа не может заменить того, что дает другая. Отказавшись от какой-то группы продуктов питания, вы лишите себя определенных питательных веществ, которые приходят только через нее. Аминь. То есть невозможно одну группу заменить другой. Аминь. И есть духовное развитие, духовное питание и крепость, приходящие только через съедение великанов. Не просто через получение ответов на свою молитву, но через съедение великанов. Аминь. Мы утверждаемся в слове и получаем ответы от Бога, но если мы никогда не преодолеваем противостояние, нашей вере будет чего-то недоставать. Ни один культурист не достигнет наилучшей формы, просто размахивая руками в воздухе. Ему нужна нагрузка. Вес, оказывающий сопротивление его мышцам. И именно это сопротивление делает его сильнее. Знайте, противостояние существует для вашего укрепления, а не для вашего падения. Любое противостояние приходит от врага. Бог не посылает противостояние, чтобы вы стали сильнее. Но Бог говорит вам, как использовать противостояние, чтобы стать сильнее. Ешьте его. Они сказали, эти великаны хлеб для нас. Не знаю, как для вас, но для меня хлеб – настоящее наслаждение. Если бы я дала себе волю, я могла бы съесть целую кучу. Моя мама так замечательно готовила. Она пекла домашние булочки, лепешки и так далее. И вкуснее всего выпечка была именно в горячем виде. Намажешь маслицем, положишь что-то сверху. Так вот, знайте, противостояние лучше всего есть, когда оно горячее. Не ждите, пока оно остынет. Не живите с ним две недели в надежде, что оно уйдет. Оно не уйдет. Просто съешьте его. И чем быстрее вы его съедите, тем лучше. Потому что вам не придется разбираться с тем, что оно засело у вас в голове, вредит вашим финансам, вашей семье, вашему телу. Просто преодолейте его. Аминь. Физический хлеб, наверное, все же лучше не переедать. Не съедайте целый батон за день. Лучше есть понемножку. Но с хлебом великанов не нужно воздерживаться. Не нужно ограничиваться. Каждое противостояние просто съедайте, съедайте, съедайте и становитесь сильнее. А для этого нужно правильно мыслить о противостоянии. Не жаловаться, не роптать, не ворчать, не ныть о нем. Потому что это неправильное мышление. Волноваться по поводу противостояния значит забыть, что это наш хлеб. Волноваться по поводу противостояния значит забыть, кто на вашей стороне. Волноваться по поводу противостояния значит забыть, что тот, кто в вас больше. Чтобы волноваться, нужно забыть о Боге. Чтобы бояться, нужно забыть о Боге. Используйте противостояние. Правильно мыслите о противостоянии, как о том, что подпитает вашу духовную крепость, когда вы преодолеете его. Аминь. Как его преодолеть? Словом. Словом. Говорите слово этому великану. Говорите слово этому противостоянию. Говорите слово этим обстоятельствам. Говорите слово недостатку. Говорите слово боли. Ничего невозможно съесть закрытым ртом. Нужно открыть уста и сказать что-то. Аминь. Чтобы великаны достались нам на съедение, мы должны рассматривать их как хлеб, а не как беду. Аминь. Аллилуйя. Когда Бог дает нам больше ответственности, Он делает это ради того, чтобы нам потребовалась вера. Когда Он предъявляет требования к нашей вере, мы ее применяем, и она растет. Так? А чтобы она росла, нам нужно ее питать. Как? Ну, вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И когда Бог нагружает нашу веру, это подсказка, что нам нужно употреблять больше Слова, чтобы наша вера выросла достаточно для вхождения в то, во что Бог нам указывает войти. Аминь. Итак, Бог дает нагрузку нашей вере. И это правильно. Это не что-то негативное. Это не противостояние. Но часто люди не хотят нагрузки. Они хотят как можно меньше ответственности. Они хотят делать как можно меньше. Они хотят просто плыть по течению жизни без какого-либо сопротивления, без давления. Но дело в том, что вы никогда не станете всем, кем могли бы в Боге, без противостояния, без нагрузки. Нас у родителей четверо. И в детстве, когда мама собиралась пойти с нами куда-либо на люди, например, в магазин, она нам сообщала, вот чего я ожидаю от вас. Она предъявляла к нам требования и ожидания. И благодаря этому мы выросли, зная, как вести себя, как поступать в разных ситуациях. Но если к ребенку не предъявляют никаких требований, ничего от него не ожидают, он даже не знает, как вести себя в повседневной жизни. Бог хочет, чтобы вы умело владели своей верой. Он не хочет, чтобы вы даже не знали, как вести себя пред лицом неприятеля. Бог хочет, чтобы вы были умелыми. А потому он предъявляет требования к вашей вере. Потому что, выполняя эти требования, вы становитесь более умелыми. Ваша духовная жизнь и ваша вера развиваются. Аминь. Аллилуйя. Так что не нужно пытаться делать как можно меньше, просто чтобы избежать противостояния. Наше дело не уворачиваться от противостояния, а съедать его. Съедать его. Есть драгоценный пастор, одной из крупнейших в мире церквей. И можете себе представить, с каким противостоянием ему приходится сталкиваться. И один из студентов его библейской школы сказал ему, «Я уверен, что вам пришлось очень много сталкиваться с противостоянием за годы служения». И этот драгоценный пастор сказал, «Наверное, я просто не замечал». Что это значит? Его внимание было сосредоточено не на том, что ему противостояло, а на том, кто в нем. Полностью осознавая, что тот, кто в вас больше, понимая, кто на вашей стороне, вы просто съедите противостояние и продолжите идти. Вы будете сосредоточены не на противостоянии, а на том, кто в вас, кто действует вам во благо. Аминь. В начале 20 века одна большая страна захватывала окружающие территории. И маленькая пограничная с ней страна, которая еще не была завоевана, осознавала, что близится время, когда и на нее нападут, чтобы захватить. И страна готовилась, народ морально настроили, что будет противостояние, будет битва. И, подготовившись, мы сможем постоять за себя. И, конечно, настал день, когда большой стране надоело терпеть эту маленькую страну, и она напала на нее. Войска подошли к границе, артиллерия пошла в наступление, и маленькая страна сказала, «Мы не встревожены. У нас компетентные генералы, наши границы укреплены, и наш народ готов сражаться за свою родину». Что это значило? Они натренировали свое мышление, они приготовились мыслить правильно. Да, эта страна была гораздо меньше нападавшей страны, но это не важно. Если вы правильно мыслите, и большое противостояние не сможет вас одолеть. Итак, полетели снаряды. Вражеская армия пересекла границы. И один из солдат маленькой страны подошел к своему генералу и спросил, «Генерал, их так много, а наша страна такая маленькая, где мы их всех похороним?» Это называется мышление победителя. «Еще до победы планировать конец своего врага». Знаете, каждое противостояние Иисус уже победил. Он уже одержал победу. И у вас есть привилегия применить ее. У вас есть привилегия сказать, «Я уже вижу конец этого противостояния. Я уже знаю, что будет в конце». Поражение врага и моя победа. Вот что будет. Не благодаря нашим способностям, но благодаря тому, кто в нас. Это правильное мышление. Сталкиваясь с противостоянием, нам нужно правильно мыслить, потому что именно в мышлении кроется наша победа или поражение. Правильным мыслям мы будем правильно говорить и правильно верить. Неправильным мыслям мы будем неправильно говорить и неправильно верить. Но слава Богу за слово, которое помогает нам правильно мыслить. Заметьте, так же, как выглядело, что Божий народ был в меньшинстве, так и эта маленькая страна столкнулась с численным превосходством большой страны. Но благодаря правильному мышлению, будучи в меньшинстве, они не были в поражении. Не важно, как выглядит противостояние, каковы численность и размер того, что вам противостоит. Даже если вы оказались в невозможной ситуации, это не важно. Преимущество все равно на вашей стороне. Тот, кто в вас больше того, кто в мире. Аминь. Аллилуйя. Иногда, столкнувшись с трудными ситуациями, люди просят других христиан помолиться, чтобы помочь им это пройти. Молиться правильно, но молитва никогда не заменит съедение великанов. Вы не можете молитвой убрать великана. Вам нужно его съесть. И ощутив сладкий вкус победы, съев великана, съев противостояние, вы уже не перестанете есть великанов. Вы будете искать возможности продемонстрировать слово. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слово – это мысли Божьи. Раз уж Он предложил нам свои мысли, давайте возьмем их. Это поможет нам правильно мыслить. Аминь. В слове «великаны, противостояние и численное превосходство врага» описаны как возможность продвижения и развития. Я повторю. Слово показывает нам, что великаны, противостояние и численное превосходство врага – это на самом деле возможность продвижения и развития. Аминь. И в правильном мыслях мы осознаем, что великаны пытаются загородить от нас ту награду, которая находится за ними. Аминь. В 1 Коринфянам 16, 9 Павел сказал, «Ибо для меня отверсто – великая и широкая дверь, и противников много. Где противники? Они у двери». Он говорит о великой двери. Что это значит? «Через эту дверь я войду во что-то, что окажет великое влияние и будет благословением для многих людей. Чем больше Бог сможет продвинуть меня, тем большим благословением я смогу быть для кого-то». Дьявол же хочет заблокировать ваше продвижение, а потому он размещает неприятелей у двери. Это то, о чем здесь пишет Павел. Поймите, неприятели пытаются загородить нечто лучшее. Неприятели пытаются загородить нечто большее. И ваше дело – не дать им загородить то, во что вас вводит Бог. Каждый раз, когда Бог хочет ввести вас в нечто большее, враг старается вам помешать. Всякий раз, когда Бог предлагает вам нечто большее, больше откровений, больше помазания, больше благословений, противостояние пытается загородить вход, помешать вашему продвижению в большее. Просто знайте, за всяким противостоянием скрывается умножение. Противостояние пытается заблокировать и скрыть умножение, чтобы вы сосредоточились на великане и сдали назад. Не отступайте, сфокусировавшись на великане. Скажите, раз я вижу великана, я знаю, что по другую сторону меня ждет нечто большее. Я пойду и возьму это. На самом деле, великаны и противостояние – это дорожные знаки. Они указывают на то, что за ними находится нечто большее, чем то, что вы переживаете сейчас. Стратегия врага в том, чтобы всегда стоять у двери, пытаясь отпугнуть людей. Знаете, как только человек рождается свыше, дьявол противостоит ему всеми возможными способами. Чего он пытается добиться? Чтобы человек отступил назад. А вы просто продолжайте идти. Просто держитесь за то, что вы получили от Бога. Просто продолжайте говорить то, во что Бог ввел вас. И не отступайте от этого. Аминь. Аллилуйя. Как хлеб присутствует на каждом столе, и мы ожидаем увидеть его на каждом столе. Не так ли? Точно так же ожидайте встретить противостояние. Не потому, что оно вас впечатляет, или вы в ужасе от него, но потому, что вам известны стратегии врага. Аминь. Не будьте потрясены, или ошеломлены. Боже мой, такое большое противостояние. Нет. Просто ожидайте его. Оно будет. Все хорошее, что вы делаете, удостоится противостояния. И дьявол обязательно вам противостанет. Поэтому мы не должны быть ошарашены появлением противостояния. У нас не должно возникнуть желание отступить, сказав, «Я просто не хочу больше этим заниматься». Соблазн сдаться показывает, что нам нужно поправить свое мышление. Давайте укрепим свое мышление. Обратимся к Слову и укрепим свое мышление. Обратимся к Слову и напомним себе, кто внутри нас. Аминь. Я бы сейчас хотела помолиться за тех, кто столкнулся с противостоянием. У меня для вас хорошие новости. У Бога есть для вас победа. Он ее уже одержал. И вам дана привилегия ею завладеть. А дьявол будет всячески вам противостоять, чтобы заслонить эту победу от ваших глаз. Но то, что вы не видите победу, не значит, что она вам не принадлежит. Противостояние пытается ее загородить. А вы просто продолжайте идти и следовать за тем, что Бог вложил в ваше сердце. Я сегодня соглашаюсь с вами. И я говорю, что всякое противостояние врага рушится. Отец, мы берем власть во имя Иисуса. Отец, Слово говорит, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Значит, небеса нас поддержат. Так что мы говорим, дьявол, убери свои руки от жизни этих людей. Убери свои руки от их разума. Убери свои руки от их тела. Убери свои руки от их финансов. Убери свои руки от их семьи. Убери свои руки от их брака. И от их бизнеса. Во имя Иисуса. И мы верим Слову, что Тот, Кто в нас больше. И мы говорим, что Он действует сейчас. Его исцеление больше, Его процветание больше, Его победа больше, Его мир больше, и мы твердо стоим на этом, потому что Тот, Кто в нас, дает нам одержать верх. Мы благодарим Тебя за это, Отец. Аллилуйя! Мы верим вместе с Вами о победе пред лицом любого противостояния во имя Иисуса. Аллилуйя! Мы надеемся, Вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн.